Приветствую всех дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать киловаттный лайк. И только с вашего позволения я начну с будущих процессоров Ryzen 7000. Компания AMD чисто случайно раскрыла название процессоров новой линейки до их анонса, и благодаря этому мы теперь знаем, что нас ждет Ryzen 7950X, 7900X, 7700X и 7600X. В целом это было вполне ожидаемо, так как уже несколько лет AMD не меняет принципов наименования своих CPU, но все же теперь есть официальное этому подтверждение. Параметры на сайте, к сожалению, не указаны, но по последним данным количество ядер у всех моделей останется таким же, то есть от 6 до 16. Также, согласно ранним данным, еще ожидается Ryzen 7 7800X, но пока его нет ни на сайте AMD, ни в последних утечках. Компания Intel показала как работает ее видеокарта Arc A750 в игре Death Stranding. В частности при разрешении 2560 на 1440 пикселей карта обеспечивала производительность от 80 до 100 кадров в секунду при настройках по умолчанию. Сами синие нам не рассказали какие именно настройки игра выставила по дефолту, однако это и не было целью показа. Тут весь упор был сделан в работу технологии Variable Refresh Rate, которая подстраивает кадровую частоту монитора под количество кадров в секунду, получаемых от видеокарты. Intel говорит, что ее 3D карты поддерживают любые дисплеи с такой технологией, но сейчас компания проверяет сотню лучших моделей. Начиная с драйвера 31.0, 101, 32, 22, Intel решила, что пора перенести поддержку процессоров Comet Lake, Kaby Lake и Skylake в устаревшую ветку. И теперь получается синие предложат две основные серии драйверов. Одну для 11 и 12 поколения Core и графики DG1, а вторая будет для графики Arc и 12 поколения процессоров. И так как серия процессоров Core с 6 по 10 поколения переходит в устаревшую ветку, то эти модели будут реже получать обновления драйверов. На самом же деле Intel уже в край запутала всех со своими драйверами и будем надеяться когда-то у них получится создать единый драйвер для всего сразу. Ну а чтобы получать еще больше новостей, рекомендую вам присоединиться к моему телеграм-каналу, где выходят короткие посты с интересной информацией. Ссылочку на него я как всегда оставил в описании и в закреплённом комментарии. Компания EVGA сообщила, что представленный в янвре этого года необычный корпус E1 готов к продажам и предлагается в трёх вариантах. Самый базовый, состоящий только из самого корпуса, а также монтажного набора для вертикальной установки видеокарты, оценен производителем аж в 1600 долларов. Второй вариант помимо корпуса и монтажного набора предлагает ускоритель RTX 3090 Kingpin с блоком питания EVGA T2 на 1600 Ватт и стоит уже 3700 долларов. И в третий вариант, получивший название Bare Bones, помимо всего входит материнка Z690 Dark Kingpin, специальный переходник для видеокарты и премиальная упаковка, за что попросят 5000 долларов. Причем компания отмечает, что премиальная упаковка, представляющая собой пластиковый короб, с этим комплектом предлагается бесплатно, хотя обычно она стоит 800 баксов. И конечно же напрашивается вопрос, с какого перепуга корпус EVGA стоит настолько дорого. Нам говорят, что такая цена из-за того, что рама новинки выполнена из углеродного волокна, такого же как используется для производства суперкаров. Благодаря ему корпус E1 получился очень легким с весом около 4,5 килограмм и в то же время очень прочным. В целом же новинка выглядит максимально круто и имеет весьма необычные элементы, вроде подвесной конструкции для установки материнской платы. Да и к тому же тут есть довольно любопытный набор датчиков температуры, который за километр пахнет какой-нибудь старенькой Волгой. Британская компания кабель.co.uk обнародовала интерактивную карту стоимости мобильного интернета во всем мире. Первое место самым дешевым мобильным интернетом в мире занимает Израиль, ведь там гигабайт трафика стоит всего 4 цента. В четверку стран с самым доступным мобильным интернетом также входит Италия с ценником 12 центов за 1 гигабайт и San Marino с Фиджи. Всего же оценивалась стоимость мобильного интернета в 233 странах, где Россия занимает 30 место с ценником 48 центов за гигабайт. И довольно примечательно, что в странах бывшего СССР разброс стоимости мобильного трафика очень большой. И если Казахстан занимает почётное шестое место с 17 центами, то в Туркменистане средняя стоимость оценивается в 14,27. Наиболее же дорогой интернет на острове Святой Елены, где за гигабайт приходится платить $41,06. Вице-премьер Армении накануне принял вице-президента в компании AMD по корпоративным вопросам. С 2019 года в Армении действует филиал компании Xilinx, которая в феврале этого года вошла в состав AMD. Вице-премьер Армении подчеркнул важность присутствия AMD в стране и выразил надежду, что армянский филиал станет важной составной частью компании. Он заявил, что правительство страны готово обсуждать видение развития AMD, а также рассмотреть необходимые для расширения ее деятельности шаги. Топ-менеджеры AMD в свою очередь отметили, что в Армении много талантливой молодежи, которая могла бы быть полезной их компании. Они говорят, что сделают все возможное, чтобы найти достойных кандидатов, обучить их и привлечь к работе. Издание Коммерсант сообщает, что на рынке потребительской электроники возникла сложная ситуация. Судя по опросу среди российских ритейлеров и дистрибьюторов, сокращение поставок ряда товаров, вроде компов и ноутбуков, достигло 75 %. И именно из-за этого некоторые компании полагают, что осенью может начаться ощутимый дефицит. В компании Merleon сообщили также о сокращении поставок смартфонов в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом. Это коснулось продукции Apple и Samsung, а запасов хватит на месяц-два, то есть как раз до начала середины осени. В свою очередь в M-Video Eldorado говорят, что пополнение запасов не является проблемой, и в магазинах есть весь спектр электроники. Это достигается за счет параллельного импорта и сотрудничества с частными поставщиками, причем то же самое говорят в Мегафоне и МТС. В общем ситуация не совсем однозначная и продавцы говорят полные противоположности, поэтому пока паниковать наверное не стоит. Российское издательство Buka подтвердило релиз в отечественной рознице дискового издания Кошатни Стрей от разработчиков из французской студии Blue 12. Релиз стандартного розничного издания игры ожидается 20 сентября, и в этот же день диски Стрейт для PS5 поступят и на полки российских магазинов. Рекомендованная розничная цена дискового издания составит 4999 рублей, что конечно же весьма недешево. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на собственных информаторов поделился новыми подробностями про GTA 6. По данным Шрайера, полученным в результате интервью с более чем 20 нынешними и бывшими сотрудниками Rockstar. Разработка новой GTA началась в 2014 году, однако разработка идет очень медленно, в частности из-за короны и улучшения условий труда в самой компании Rockstar. Игра в разработке называется Project Americas и изначально был план сделать в ней огромные куски Америки, но в итоге основная карта ограничится вымышленной версией Майами с окрестностями. Также после релиза игру планируют расширять новыми миссиями и городами, что должно снизить градус переработок. При этом сам мир все равно будет огромным, с рекордным для серии объемом пространств внутри зданий. В своем материале Шрайер также подтвердил, что главных героев в GTA 6 будет два и одним из них станет женщина латиноамериканского происхождения. И также сообщается, что на новую GTA повлиял уход сооснователя Rockstar Дэна Хаузера, а в игре будет меньше шуток про меньшинства и маргинальные группы. Что же касается сроков выхода, то аналитики ставят на релиз GTA 6 в следующем финансовом году, то есть с апреля 2023 по март 2024. Хотя разработчики относятся к этому скептически и в ближайшие года два игру не ждут. К тому же Rockstar мне смысла куда то спешить, ведь GTA 5 до сих пор популярна. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на бусти, переводами на карту или через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья!